добрый день добрый день дорогие девы добро пожаловать на мой канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года ну что мои дорогие знаю что заждались начинаем этот месяц я бы так сказала активно продуктивно да еще действует немножко апрельская я бы так сказала вот эта энергия мощи безбашенности когда очень много чего хочется и со всех сторон прилетает конечно же понимаем что на небе 700 800 миллионов дев на небе да у нас с вами в жизни живет столько дев и все находятся в разном местоположении разный уровень воспитания все мы разных возрастов поэтому для всех одинаковый гороскоп быть в принципе не может я рассказываю тенденции которые будут влиять на каждого из вас но не забываем что у вас персонально в каждых транзитных картах есть свои аспекты которые цикличны естественно у каждого по возрасту то есть те девы которые 18 лет и те девы которым 38 лет это совершенно разные задачи по жизни те девы которым 54 года у них тоже свои совершенно другие моменты совершенно другие вопросики поэтому здесь прекрасно понимаете мои дорогие что все зависит конечно же от уровня прохождения каждого своих конечно же кармические задачи вопрос по жизни и куда собственно вы идете какую цель вы для себя в этой жизни наметили до для того чтобы быть я бы так сказала той самой девой которая активно продуктивно или же это дело которое занимается в принципе только домашними бытовыми делами вещами и особо бизнесом не занимаются поэтому здесь тоже понимаете да я рассказываю как для тех как и для других и конечно же те кто не выходит за ра в рамки большого бизнеса у тех гороскопа и жизни попроще естественно нет таких сложностей по жизни потому что сейчас закоренилась такое время что все должно быть в легкость ребята не в легкости потому что это легко продается в это вот такая история сейчас у нас век таких и злых продаж поэтому здесь прекрасно понимаете и осознавайте что то что дается сложно то что дается нелегко это нормально это говорит о том что просто ваша цель и планку вы для себя ну подняли высоко не говоря о том что плохо нет это говорит о том что сможете вы это или не сможете а сможете или нет это покажет время и ваш характер насколько вы его закалили насколько он у вас активный насколько он у вас яркий интересный насколько вы пользуетесь вообще в принципе своей натальной картой для того чтобы раскрыть все свои черты характера даже если они вам не нравятся может быть они вам жизни не нравится но на работе в бизнесе они являются классными пробивными и успешными и это то что необходимо для вашего персонального развития и взлета и так каким будет май конечно же первая половина лично для вас девы будет такой энергия будет шарашить будет активно будет мощно не будет столько продуктивности сколько бы хотелось я так сказала энергия распыления до ваш управитель только к середине месяца меняет знак меркурий до переходит в тельца и только в этот период времени становится у вас все более я бы так сказала продуктивно четко и по плану до этого времени план придерживаться плану во всяком случае будет сложно плюс еще делаем по марочку что первой неделе мая у нас на небе разворачивается плутон и этот плутон скажем так принесет очень много таких моментов которые связаны либо с остановкой бизнесов решения в нем вопросов еще конечно же этот период накладывается на праздники когда в принципе сложно работать с кем-то договориться у людей будет такое состояние отрешенности состояние я особо ничего не хочу решать давай подождем попозже ребята это продлится до новолуние 8 мая новый луна цикл начинается и здесь конечно уже появится такая энергия больше продуктивности но все-таки для вас дорогие девы эта история начинается ближе к середине месяца и здесь конечно же понимаете что запаситесь терпением с 15 с 15 мая все будет по-другому меркурий переходит знак тельца и здесь конечно же захочется действовать по плану захочется действовать продуктивно плюс еще на этот момент плутон будет в квадратуре это уже ретроградный плутон да то есть если он еще до наступления мая он был директные первую неделю он остановился и развернулся то сейчас он уже в середине мая он ретроградный поэтому да снова всплывут на поверхность эти вопросы которые вы где-то оставили бросили перестали развивать перестали проявлять перестали где-то развиваться потому что все таки вы интеллектуальный знак еще раз говорю хоть многие сейчас пытаются вас связать дев с уборкой зачисткой вот с таким что все должно быть в порядке ребята девы это интеллектуальный знак еще раз говорю единственный управитель знак из одиака девы это меркурий а меркурий он вообще не про уборку от слова совсем здесь развитие интеллекта в том числе развитие моторики как это влияет на ваш интеллект развитие ваших коммуникативных качеств в том числе а за уборку нас отвечает шестой дом натальных картах да поэтому здесь пожалуйста немножечко нужно вот вот эти вот истории разделять поэтому еще раз говорю для вас это прекрасный будет момент меркурий будет в квадратуре с плутоном с 15 по 21 мая и это прекрасный момент когда вас будет такой ощущение будто бы будут ситуации вытаскивающий из вас все то что давно сиделось вас конечно будет это где-то напрягать вам будет казаться что у вас заставляют заниматься тем что вы уже давно давно забросили но нет этой ситуации вытаскивающий вот на поверхность все то что необходимо здесь поднимутся и знания и вопросики которые вы давно забросили все свои навыки это связаны с речевой коммуникации либо связаны с интеллектом ребята держите либо это будут знакомые которые вам будут про это говорить это связи это контакты всплывут старые контакты и это хорошо ребята это будет нацелено на продуктивность на реализацию на работу все-таки это на растущий лунный цикл и здесь конечно же этим пользуйтесь не пренебрегайте несмотря на то что даже если вы будете вспоминать вы например с этими людьми как-то разошлись не очень красиво прекрасное время для того чтобы снова помириться подружиться найти общий язык и начать идти продуктивно по жизни напоминаю что месяц май у нас на небе еще действует соединение юпитера с ураном это соединение прогресса развития нацелены на будущее но при этом с мудростью да здесь можно конечно вылезти на хайпе но этот хайп продлится недолго я уже говорил что сейчас мы с вами такой момент когда хайповать это прикольно и весело но это не работа в долгу то есть это тенденция этот тренд который вот давно развился показать кто я там выпечить себя вот с такой стороны что не есть на самом деле это уже начинает рушиться вот эта стратегия сейчас будет конечно же все больше и больше проявляться в массы в будущее труд интеллект развитие и да на самом деле еще раз повторюсь это не дается в легкость это всегда труд это всегда тратится время это всегда тратится наши мозговые активности поэтому здесь ребята понимаете что весь май в принципе нацелен на активность на развитие на внедрение проектов причем внедрить какой-то новый проект если вы сможете в первой неделе мая хорошо во второй неделе мая вообще классно потому что меркурий все-таки будет вовне еще да и эта энергия какая про мощная активная для продвижения меркурий в тельце все-таки заставляет трудиться планомерно четко и по графику поэтому если в первой неделе во второй неделе мая у вас вам захочется что-то внедрить начать что-то делать яркое новое или же например хорошее время тоже сходить на собеседование устроиться на новую работу проявить себя потому что огненный меркурий он еще так это красиво про себя все рассказывает то есть это то что как раз таки дает вот где-то выделиться среди толпы и вас заметят прекрасное для это время третья неделя мая хороша для работы для коммуникации для обучения для восстановления прошлых связей в том числе связаны с работой про личную жизнь расскажу в конце и конечно же для обучения для сдачи экзаменов в том числе работа с документами наведения порядок в документообороте тоже хорошие для этого время последняя неделя финальная до майская с 23 мая у нас с вами полнолуние полнолуние у нас стрельце и здесь конечно же захочется доказать свою правоту захочется быть лучше всех захочется выделиться почему нет на самом деле полнолуние будет на хороших аспектов и даже если вы где-то совершить какую-то ошибку где-то оступитесь все равно аспекты вытянуты получится все таки выглядеть красиво поэтому если захочется вот где-то хайпануть это как раз таки в полнолуние но понимаете что эффект может быть не тот которому вы привыкли может быть вам по натальной карте нужно так действовать но вы просто так не делали никогда и вас немножко может так это ошаражит поэтому здесь просто будьте готовы что эффект может быть не такой которому вы привыкли но явно будет интересный яркий плюс прекрасное время еще для поездок для путешествия для изучения иностранных языков для заграницы в принципе как и для поездок для командировка внутри страны хорошее время для установки деловых связей и этим обязательно пользуйтесь ну и финальная неделя конечно же мая у нас уже солнце перешло в знак близнецы и здесь конечно уже больше такой воздушной энергии не захочется действовать так продуктивно хочется больше имеет такой разъездной характер работы хочется уже я бы так сказала заниматься такими более легкими делами немножко заземление вот здесь заканчивается все-таки включайте интеллект включайте работу до договаривайтесь до общайтесь на небе еще соединяются соединяются у нас венера подгребает я бы так сказала к стеллиуму из урана солнце и юпитера поэтому здесь прекрасное время для активности для работы для запуска чего-то нового для изучения чего-то нового в том числе для того чтобы с этого получить прибыль и заработать поэтому ребята да захочется заленится захочется как-то вот это время провести праздно но это прекрасные аспекты для денег для получения прибыли для будущего для стабильности в том числе плюс уже с примесью такой легкой близнецовской до такой не такой напряженной не такой продуктивной более такой воздушной более легкой поэтому здесь мои дорогие действуйте те девы которые родились в конце вот этого деви его периода это последние пять дней третьей декады здесь по-прежнему еще есть оппозиция нептуна как на ваше солнце и здесь конечно же просто понимаете что вот это депрессивное состояние которое вас одолевает то состояние которое не дает вам взглянуть четко на этот мир это вот то с чем вы раньше не хотели разбираться переживания это вопросики из прошлого которые отложились уже пришли такие знаете такие депрессивные моменты гоните их конечно могу посоветовать вам разобраться с психологом там но не уходите очень сильно нам в терапию можно просто встретиться с друзьями посидеть поболтать встретиться с родителями встретиться с папой потому что этот аспект тоже про папу в том числе сесть поговорить по душам встретиться потому что все-таки месяц располагает на то чтобы быть душевным он располагает к разговорам и к наведению все-таки такой четкой коммуникации поэтому здесь все можно решить и без каких-то таких сложных депрессивных моментов понимаете что чем больше вы уходите в состоянии лени в состоянии ничего не делали тем больше вы забираете у себя того времени что вам необходимо развернуться разобраться и пойти в свое развитие осталось не так уж и много времени потому что через полгодика буквально уже будут фонить кармические узлы будут сменяться задачи дорогие девы для вас на следующие полтора два года будут либо либо с такой классной прибыли в выручку продвижением и развитием до таким более мощным более глобальным либо же будут очень сложным неоднократно это уже говорила в гороскопах вообще видео есть про кармические узлы уже скоро будет новое видео про переход как кармические узлы меняют знак поэтому здесь смотрите по своему состоянию смотрите по своим действиям и не засиживайтесь для вас время очень важно и конечно же идите развивайтесь сейчас в этом мая очень много аспектов именно для развития не сидеть на месте поэтому понимаем что нет задач невыполнимых и нет тех трудностей которые бы вы не смогли решить в интеллектуальный знак и не находитесь в ловушке своего ума просто откройте свою душу все будет хорошо и вот эта оппозиция нету на как раз таки просит вас раскрыть свою душу то что вы давным-давно спрятали обиделись и теперь это вас очень сильно тормозит пройдите эти внутренние свои вопросики которые вы давно не хотели решать идите вперед что касается любовных отношений то первая неделя мая будет достаточно сложная плутон в квадратуре с венерой разворачивается на этот момент поэтому здесь не ругайтесь не спорьте не пылите оставьте эти сложные тяжелые разговоры на вторую неделю мая вообще вторая неделя мая очень классно для коммуникации 2 и 4 неделя именно для коммуникации для того чтобы договориться для того чтобы решить сложные душевные вопросы переживания чтобы они были для вас в плюс вот такие дела мои дорогие не утопаете в иллюзия смотрите на мир трезво этот май даст то что вам необходимо либо же и вы же вы останетесь на том уровне где вы есть и будет очень сложно развиваться потому что в это лето аспекты на развитие будут еще я бы так сложнее сказала а май даст планеты которые проходят как раз таки по тельцовскому знаку в мае буду давать вам ту самую добрую энергию для развития поэтому пользуйтесь этим позитивом и развивайтесь дорогие если у вас остались вопросы оставляйте в комментариях к этому видео либо же самых отважных жду на консультации естественно в конце ролика актуальные видео которые вы можете посмотреть если вы их еще не видели операции принять верное решение ну и конечно же я вас благодарю что вы досмотрели это видео до конца и я надеюсь было полезно увидимся с вами в следующем ролике пока пока